Мы продолжаем. Вместо учебы в ВУЗе жизнь за колючей проволокой. До пяти лет тюрьмы грозит троим студентам. Их подозревают в серии краж. Работали молодые люди по одной схеме. Найти злоумышленников помогли камеры наружного видеонаблюдения. Что они воровали и как планировали сбывать, смотрите в сюжете пресс-службы областного департамента внутренних дел. Собрался на работу, не смог завести машину. В один день сразу 12 владельцев авто обратились заявлением в городское УВД о краже аккумуляторов. Оперативники обратили внимание. Все происшествия случились во дворах многоэтажек. А интересовал злоумышленников только старый советский автопром Нивы до Жигули. Кстати, способ хищения во всех случаях был одинаковый. Преступники вскрывали капот и отсоединяли аккумуляторы. В ходе проведения оперативно-разных мероприятий с помощью видеокамеры было установлено трое жителей Тимирайского и Мамлюзского района в возрасте 18-20 лет. Данные подозреваемые лица являются студентами одного из вузов города Петропавловска. Злоумышленники не только вместе промышляли, но и жили в одной квартире. Там полицейские и нашли все 12 похищенных аккумуляторов. Как рассказали задержанные, они планировали сдать их в пункт приема. А в интернете уже подыскивали покупателей. Сейчас все трое находятся в изоляторе временного содержания. Теперь судьбу студентов решит суд. Им грозит до 5 лет тюрьмы. Так что о получении диплома им придется пока забыть. Тем временем заявления о краже аккумуляторов в полицию продолжают поступать. Кристина Горбаченко при содействии пресс-службы областного департамента внутренних дел.